Что сейчас в нашей стране называется президент, правительство, дума, это вывески. Они не являются хозяевами в стране. Хозяевами в стране являются кланы. И эти кланы складывались как на федеральном уровне, так и на региональном уровне. Значит, за счет раздербанивания России. Конечно, самый мощный клан складывался, это клан семья Ельцина. То есть, кто что имел, на каком складе, помните, кто-то грабил. То есть, что имею, то и граблю. Грабеж на федеральном уровне возглавила семья. Грабеж на региональном уровне грабили вот здесь, значит, в регионах. Губернаторы там, что у вас есть у кого-нибудь сомнения, что у нас есть хоть один губернатор, который чист, как детская слеза. Они все хапнули, и хапнув, попались на кукан Гарвардского проекта. Перед ними два пути, либо Нара, либо Канары. И третий клан, это клан семья Лужкова. Кстати, это мало кто сейчас понимает, но Лужков, это один из богатейших людей планеты. Значит, и поскольку Москва центр, и финансовые потоки все шли там, то он потихоньку складывался, и Лужков пошел на перехват в свое время. Но помните, руками этого информационного киллера Доренко ему так дали, значит, что он был вынужден кричать на всю страну, по телевизору мы это увидели. Помните, он кричал, Ельцин, Ельцин! То есть, выражал свою преданность семье, потому что там шутки в сторону, там такие другие процессы совершенно идут. Вот эти три кланы, кстати, выразителем этих трех кланов являлись и партии. Вы помните, клан семьи Ельцина реализовывала партии под названием Единство, председатель Шойгу. Значит, клан Лужкова, это партия Отечества. И вся Россия, Шаймиев, была олицетворением вот региональных кланов. И эти региональные кланы, они являются реальными хозяевами в стране. А то, что, вот я говорил, президент, дума, там, это все вывески, они пока ничего не решают. 80% финансовых потоков, денежных средств, они крутятся вот в так называемом теневом бизнесе, вот принадлежат этим кланам. А то, что называется бюджетом, это жалкие 15-20% от них идет отсчет бюджета. Поэтому это и является причиной нехватки, там, зарплаты учителям, врачам, военным. Это вот в этом причина. Но все обращаются к главе государства, он видимая власть. А на самом деле невидимая власть совершенно другая. И борьба с этими кланами, она не такая простая. Но надо сказать уж, если закончить эту мысль, что Лужков как раз сейчас подминает все региональные кланы. А Путин, пытаясь противостоять этому, вот в частности, Единая Россия, она никакая не единая. Там, как это, Head and Shoulders, там три в одном слили в одном флаконе, значит, представители и Единства, и Отечества, и всей России. А интересы-то кланы разные. И уже сейчас вот эта Единая Россия колется, потому что они поняли, из них сделали механизм для голосования в Думе. Кто это сделал, теперь можно уже догадаться умным зрителям. Вот, а поскольку хозяева есть, они раздербанивают, они говорят, а у нас теперь свои интересы, что это мы, так сказать, будем там. Тем более, никакого навара, если раньше депутатская должность приносила там навар за лоббирование интересов, то теперь никакого навара не получается. То есть машина для голосования создана.